Мы продолжаем наше путешествие по странам бывшего Советского Союза. Это 10 интересных фактов про Украину. Только давайте без политики, а? Украинская валюта называется гривна. Это название происходит от украшения из золота или серебра в виде обруча, которое носили на шее, то есть на загривке. Оттуда и название. В Харькове есть дома, которые были построены во времена Советского Союза. По проекту они должны были образовывать надпись СССР, которую можно было бы видеть с высоты птичьего полета. Однако в последний момент в проект были внесены изменения и вместо СССР получились три шестёрки. На западе Украины в селе Деловое установлен знак, обозначающий географический центр Европы, который был установлен там австро-венгерскими географами в конце 19 века. Интересен тот факт, что подобные географические центры Европы есть также в Литве, Белоруссии, Польше, Германии и Словакии. Понятно, что у Европы, как и у всего, может быть только один центр, однако договориться об этом люди не могут. В 1946 году деревня Силменцы на западе Украины была разделена между СССР и Чехословакией, причём граница проходила прямо по одной из улиц этой деревни. В настоящее время часть этой деревни находится на территории Словакии, а часть на территории Украины. Станция метро Арсенальная в Киеве является самой глубокой в мире. Её глубина 105 метров. После распада Советского Союза на Украине остался третий по величине арсенал ядерного оружия, но власти Украины приняли решение добровольно отказаться от него и продали все ядерные боеголовки в Россию. Казахстан, Беларусь и другие республики бывшего Советского Союза поступили точно так же. Согласно принятому на Украине закону о декоммунизации, все памятники Ленину в стране должны быть снесены. Но один из таких памятников, находящийся на территории Одесского завода Прессмаш, избежал такой участи благодаря тому, что местный художник Александр Милов превратил Владимира Ильича в Дарта Вейдера. Он надел на Ленина костюм из титанового сплава, а на голову с помощью специального клея прикрепил шлем. Кстати, в этот шлем встроен мощный рутер, поэтому Ленин Вейдер теперь не просто стоит, но и раздаёт всем желающим бесплатный Wi-Fi. Украинец Николай Сидристый прямо как в сказке подковал блоху. На эту блоху можно посмотреть в Киевском музее миниатюр. В Киеве возле центрального железнодорожного вокзала находится Макдональдс, который занимает третье место в мире среди Макдональдсов по посещаемости. Украинский народный музыкальный инструмент Тримбита является самым длинным духовым инструментом в мире. Я знаю, что меня смотрит очень много ребят с Украины, поэтому я передаю вам всем большой привет. Напишите в комментариях из какого вы города. А в продолжении темы рекомендую вам посмотреть мои видео с интересными фактами про Беларусь и про Казахстан. Ссылки на эти видео на экране в аннотации, а также в описании под этим роликом. На этом всё, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. С вами был Демиос, пока!